Добрый вечер, уважаемые любители волейбола и добро пожаловать в Казань, столица Республики Татарстан. Рада приветствовать вас в центре волейбола Санкт-Петербург. Сегодня мы станем свидетелями первого матча полуфинальной серии чемпионата России, в котором действующий чемпион Казанский Зенит принимает на своей площадке молодой, дерзкий, яркий и очень амбициозный новый уренгойский факел, который в этом сезоне уже два раза обыгрывал суперкоманду Владимира Олег. Согласитесь, не каждый коллектив может похвастаться столь, может быть, и незначимым. ...бола на ваших экранах состава команд, состав Казанского... ...бола на ваших экранах состава команд, состав Казань и горяч Продолжение следует... 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 И принес доигровщику рингойской команды четвертый очко в первой партии. Артур Удрес. Здорово, как отвечает мощный подача уже диагональную у рингойцев. И здесь аут после атаки Эрвина Нгапета. Но вообще Удресу можно, наверное, признать одним из самых удачных трансферов этого сезона во всей мужской суперлиге. Помним, что достаточно долго у рингойцы мучились с отсутствием по-настоящему такого забивного диагонального игрока, да, имея двух классных доигровщиков. Но вот в этом году действительно трезубец выстроился в новому рингой. И главное, что Игорь Каладинский отлично взаимодействует со всеми своими крайними нападающими, которые способны сниматься действительно с высоченных мячей. Ну и вот именно этот факт сам Удрес называл одним из ключей к успеху в противостоянии против «Зенита». Но вот пока необходимо, Факелову попробует сдержать Максима Михайлова. Очередная атака в исполнении Макса. И набирает он свои очередные очки на одиночном блоке. Отковал Максим Михайлов. Егор Клюк закрывал ему по направлению диагональ. Но вот рук Егора Мячу летел за предел площадки. Артем Вольвич при счете 8-5 на подаче. А здесь уже Клюка с большущей высоты атакует Егор. И Иван Яковлев. Напомним, что в прошлом году за Новый Уренгойский факел выступал Илья Власов, который перебрался в московское «Динамо». Да, и поначалу Александр Будько, маэстро в деле, скидочка в котел. Никак иначе. А в прошлом году Иван Яковлев, выступавший за факел. Именно его уход вообще считался, ну, тоже одним из ключевых трансферов, переходов в межсезонье. Но, тем не менее, посмотрите, насколько тренерский штаб, менеджмент сумел компенсировать потерю Власова. Ну и вот сейчас Иван Яковлев, Дмитрий Каленковский и Андрей Ананев вполне себе конкурируют между собой за два места в стартовой шестерке. Ну и вот Камила Плача показывает, куда и как подавать Игорю Каладинскому. Прямо как нарисовал, так и подал. Каладинский здесь смягчает атаку Мэтью Андерсона. Клюка. Как здорово. Поверх блока скидка. Ну и давайте вчера еще вернемся к предматчевым интервью. Артур Удрис сказал, что, конечно, необходимо заставить ошибаться казанский «Зенит». Напомню, что в матче, который состоялся здесь, в Казани, Андерсан попадает в площадку с запасом Мэд. Поверх своего партнера по национальной сборной США Эрика Шоджи. Основной либером сборной Соединенных Штатов Америки. Ну и сам же Мэд отправляется на подачу. Так вот, Удрис сказал, что необходимо заставить ошибаться «Зенит». Ну и в этом действительно есть, так скажем, ключ к победе. Один из возможных. Потому что в матче, который состоялся здесь, в Казани, в рамках второго круга мужской суперлиги, сам же Удрис мощно вербал в защите. Гапет. Скидка. Там Шоджи ее караулит. Каладинский на клюку. Тот с большущей высоты нацепляет атаку Егора. Будько на... После чего команда Камила Плачев взяла, отыгралась и в итоге дожала Казанский «Зенит» и дожала победу 3-2. В той встрече «Зенитовцы» допустили, по-моему, 45 ошибок. Так увдумайте, 45 собственных ошибок. И 31 из них была на подаче. Ну и вот, соответственно, Артур Удрис сказал, что если мы заставим «Зенит», покажем, что мы можем сниматься даже на тройном блоке, даже при плохом приеме, что необходимо еще сильнее усиливать подачу. А здесь клюка вваливает кака. Гапет. Ну и хорошие, знаете, эмоции сейчас на площадке у тех и у других. Боевое начало встречи. Ну вот, если «Зениту» придется вваливать, тем самым лишний раз рискуя и ошибаясь, то можно и цепляться. Пакелу за результат. Ну и давайте напомним, что второй матч полуфинальной серии. Как жаль, да, что полуфиналы у нас, к сожалению, до двух побед. Второй матч состоится в Новом Уренгое 25 апреля. Ну и если понадобится, то третий решающий матч серии состоится 28 апреля уже здесь, в Казани. Ну а пока у нас 11-10. Очень плотная борьба. И на подаче как раз-таки Дмитрий Калинковский. Ингапет не затрудняет. И мощная атака Эрвина. Вот, кстати, Ингапет-то пока ничего и не добил до пола. Была у него ошибка. А Михайлов-то как хорош, а? Пока абсолютно идеально атакует Максим. Да, был один блок от Дмитрия Волкова вот в этой же расстановке как раз-таки. Ну и посмотрите, Александр Будько уже не первый раз на одиночный блок выводит Максима Михайлова. Ну и Макс на подаче. Верхний трос смягчает, тем не менее. Там не было перехода средней линии у Игоря Каладинского. Андерсан. Мэтт тоже пока не идеален. Каладинский. Но здесь без атаки или нет? Хорошая скидка от Клюки. Выключает он сразу Вербова. Ну, хо-хо. Вот это да. Очень красиво было сыграно. Стоит отметить всех исполнителей в данной ситуации. Посмотрите, все здорово. В принципе, и Клюка затруднил этот переход. Ну а здесь мгновенное просто понимание между Александром Будько и Артемом. До плюс четырех угас. Зацепил мячик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рядом с Фаридом Хайрулычем. Все руководство Казанского «Зенита». Здесь очередная пушечная подача от Михайлова. Удрес здоровый. Даже Владимир Олегов сейчас так отдернулся. Только бы мяч в него не попал. Ну и отметим любопытный момент. Во время таймаута вы, может быть, видели, да, так, как, знаете, как сына отцу на плечо кладет подбородок. Вот так же внимательно слушал Иван Яковлев указания Камила Плача. Ну и здесь Вольвич с большущей высоты снимается Артем. Лишний раз стоит отметить, что в этом году в Новом Уренгуе отличная атмосфера. И сами игроки это не раз отмечали. Сумела команда объединиться. Ну и повторюсь, просто вот ниоткуда не берутся такие достижения, да, как третье место на клубном чемпионате мира. Эрвин Гапет. Пока у Казани очень неплохо вваливается подача. Здесь Вербов, наверное, может принять на себя, да, извиняется. Алексей Игоревич мог бы, он и сам это понимает, сыграть этот мяч. Но здесь на одиночном блоке Волков против Будько атаковал. Ну и Алексей Вербов тоже, к сожалению, объявил о завершении своей карьеры. Смотрите, в какой прекрасной игровой и физической форме находится Алексей Игоревич в свои 37 лет. И кажется, что еще может играть и играть. Ну а пока Максим Михайлов вновь хорош в атаке. Ну и так, на вскидку, я думаю, очков 7-8 за партию. Макс вполне себе настреляет. Может даже и больше. Кто знает, кто знает. Ну а вот Алексей Вербов сказал, что этот сезон для него последний в его игротской карьере. Ну и так, не загадывая, совсем-совсем немного матчей осталось нам смотреть. Поэтому, если есть возможность, конечно же, приходите в центр волейбола. Ну и если у вас есть возможность, приходите на матч в Новом Уренгое. Может быть, кто-то в Берлин соберется. Волейболисты Казанской Зиниты будут только рады, конечно же, вашей поддержке. Ну и еще раз напомним, что суперфинал Лиги Чемпионов в этом году состоится в столице Германии 18 мая. Казанцы сыграют с итальянской Любе Чеветановой, который тоже уступили на клубном чемпионате мира со счетом 3-2. Здесь Мэтью Андерсон не попадает в площадку. Вот пока у сегодняшнего не юбиляра, а человек, который, майку которого сейчас вы как раз таки видите. Причем повесили ее рядом с майкой Лоя Бола, еще одного легендарного американского волейболиста, который был капитаном Казанского Зинита. Ну и вот уже два американца, которые действительно огромный вклад внесли в достижение. Будько! Прямо сразу вот так вот с места Александр вколачивает мяч. Вполне не ждали соперника. Хотя нет, смотрите, Егор Клюков выпрыгивал. Все, что мог он сделал в данной ситуации. Но таким истервенением спортивным по-хорошему Александр Будько хотел вколотить этот мяч. И 17-14. Ну, посмотрите, отрыв с четырех очков, конечно, подсократился. Здесь Клюку цепляют. Удрес. Ой-ой-ой, здесь блок вопреки, скорее всему, получился в исполнении Мэтью Андерсона. Посмотрите на повторе. Мэтт успел споткнуться об Алексея Самойленке. И уже так вылетал, просто высовывая руки. Ну, и практически на чистой сетке Артур Удрес не забил этот мяч. Это вот такой психологический, может быть, звоночек, конечно, для нового рингойской команды. Будько! Подача у Казани летит. А Егор? Скидка не проходит. Андерсон пасует на Михайлова уже скидка от Максима. Волков. Хороший показ. Но, правда, блок не поверил. Но Удрес забил свой мяч. Здорово было сыграно Дмитрием. Такой хайлайтовый момент. Другое дело, что два блокирующих все равно успели. Посмотрите на эту передачу. Но здесь просто с большущей высоты Артур Удрес снимается. Неужели Игорь Колодинский сейчас высказывает, как правильно пасовать Дмитрию Волкову? Нет, шутки. Конечно, сам же Игорь отправляется на подачу. 18-15. Колодинский выбитый прием от Андерсона. Ну и Михайлов на тройном блоке из четвертой зоны. Не забивает сейчас Максим. Клюка. Я думаю, тоже будет видео-челлендж от Камила Плача. Или не будет. Да, Игорь Колодинский просит, что было поле-поле. Но вот очень близко. Очередной момент, который... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любопытный момент. Но и другой американец на подаче Мэтью Андерсон. А это Эрвин Нгапет. Французский доигровщик Казанского Зенита. Клюка. Скидка. Там Вербов успевает подставить руку. Что придумает Нгапет. А он отыгрывается на двойном блоке. Сейчас очень недоволен этим фактом Егор Клюка. Говорит о том, что необходимо, конечно, переносить руки. Переносить руки на чужую сторону, чтобы такие мячи без переноса здесь было. Посмотрите. Нет, Утрис не выпрыгнул. Не было переноса. Может быть, как раз его и не хватило. А блок-аут от Эрвина проходит. Ну и вот замена, кстати. Молниеносная. Камила Плача, видимо, тоже это не понравилось. Появился на площадке Андрей Ананев вместо Дмитрия Каленковского. Утрис. Мощно блок-аут. 2017. И Егор Клюка на подачу. Ошибается. Наигровщик факела. И Андрей Сурмачевский вместо Алексея Самойленка появляется на площадке на подачу. Выходит Андрей Сурмачевский. И замена, кстати, которая очень здорово работала как раз-таки на клубном чемпионате мира. Тогда Сурмачевский здорово отпадавал, несмотря на давление. Но вот сейчас ошибается Андрей. Скажу, что немножко изменил свой подброс, свой разбег и выход к мячу Сурмачевский. Работали они с тренерским штабом именно насчет этого элемента. Но вот пока такое ощущение, что лучше не стало. По крайней мере, по тому количеству ошибок, которые, к сожалению, Андрей допускает на подачу. Потому что в начале сезона, повторюсь, оно как-то попроще летело и более успешно, скажем так. Вернулся на площадку Дмитрий Каленковский. Ну а здесь первый темп от Артема Вольвича. Вольвич тоже неплохо. Очка 3-4, наверное, за первую партию набрал. Может быть, даже поболее. Ну и Михайлов на подаче. Именно вот с подачи Макса как раз-таки и стартовал рывок Казанского Зенита в этой партии. Оформил эйс и здорово оформил переходящий мяч. Но вот сейчас немножко прижался, может быть, где-то Михайлов. И сразу же первый темп от Ивана Яковлева. Но не прижался, а не так сильно, как мог бы подал Максим. И появляется Александр Кимеров. Он меняет Игоря Каладинского. Ну а Кимеров один из самых вообще высоких волейболистов в мужской суперлиге. 2.15 его рост составляет. Ну и здесь явное усиление на блок. Находится в четвертой зоне Кимеров. Ну и вот если сейчас учесть, что Михайлов в первой. Именно под атаку Максима Михайлова появляется на краю сетки Александр Кимеров. Но Удрису необходимо подавать для этого. Он это неплохо делает. И здесь продолжается розыгрыш. Кимеров, ой, какая плохая доводка. Еще и Клюков пасует на тройном блоке. Волков решает вопрос на раз-два. Браво, Дмитрий. Вау. Здесь скорее вопреки, да, получилась ситуация. Без пасующего от играли волейболисты факела. Удрис довел мяч на четвертый метр для того, чтобы Егор Клюка исполнял передачу. Ну и Волкову ничего не оставалось, кроме как на тройном блоке пытаться выигрывать этот мяч. И удалось это Дмитрию. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот по одному тайм-ауту осталось и у Камил Плач, и у Владимира Олег на 22.20. На табло и Артур Удрис будет подавать. И ошибается после перерыва. Вновь в 23.20. Ну вот сократил факел отрыв немножко, но все равно еще даже не на больше меньше. Проходит игра и здесь тайм-аут уже от Камила Плача перед подачами Эрвина Нгапета при счете 23.20. Возьмите внимание на переднюю линию Казанского Зенита. Сейчас Пичко Андерсон и Вольвич. Ну а подает Эрвин Нгапет. Ошибается француз. Давайте, наверное, тогда о другом полуфинале мы в перерыве между партиями поговорим. Потому что у нас самая сладкая концовочка первого сета 23.21 на табло и Дмитрий Волков с его уникальным подбросом, уникальной подачей. И обратите внимание, конечно же, как подает Дмитрий Волков. Одинаковый подброс и под силовую, которую он сейчас здорово исполняет. Выбитый прием от Нгапета. Андерсон как здорово переиграл он сейчас Каладинского. Потому что сохранил контроль для Казанского Зенита. Ну и сразу же в объятия партнера попадает Мэтью Андерсон. Любопытный розыгрыш. Посмотрите. А, это уже концовочка этого эпизода. Ну и 24.21. Ну а подача Дмитрия Волкова силовую. Вы видели. Подброс под планер у него точно такой же. Это, конечно, большие проблемы для соперника. Здесь Вольвич. Тактическую подачу исполнил Артем, судя по эмоциям Владимира Олега. Ну вот очень легко Иван Яковлев снимает факел с подачи Вольвича. Первый темп. Хотя даже два человека выпрыгивали против Яковлева. Ну и 24.22. Сейчас сам же Яковлев управляется на подачу. Вот, наверное, здесь немножко не повезло, может быть, у рингойцам. Хотя не будем торопиться. Но все-таки Яковлев не самый такой лучший подающий в плане набора очков. Михайлов первой партии просто неудержим. И Макс ставит точку. 25.22. Ну и, конечно, MVP первого сета диагональника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну а у НГПТа три очка в первой партии. 38% в атаке. Не густо, скажем так. Ну и Мэтью Андерс. А вот сейчас, да, на общем плане как раз-таки в левом верхнем углу видно. Пятнеется Майка Мэта. Спасибо нашей режиссерской бригаде и бригаде операторов. Удри с блок-аут. Здорово. И 1-1. Еще повоюем, что называется. Ну и повторюсь, не удивлюсь, если сегодня это новоуренгуйская банда. По-хорошему банда возьмет и захочет сыграть пять сетов, которые они с такой периодичностью исполняют в этом сезоне. Кто знает, кто знает. Это Дмитрий Каленковский на ваших экранах. Переходящий мяч сразу же организовывает Егор Клюка. И Удрес. Но даже здесь Ингапет подцепил этот мяч. Ну и сейчас Владимир Олег подбадривает уже своих парней. Повтор посмотрим. Ингапет успел выкрутиться, да, и подбить еще этот мяч. Насколько же цепкий все-таки игрок, а француз? Игорь Клюка. Хорошая подача, но Андерса на плюс доводит. Правда, закрывает атаку Михайлова. Удрес на двойном блоке. Ну и факел заводится, разгорается все ярче и ярче. Я бы даже так сказал. Клюка. На этот раз не силовую исполняет Егор. Но и Андерсон, Андерсон, Андерсон. Чуть близко, как показалось, Мэтт поставил ногу к трехметровой линии. Но, ох, а там и мог быть заступ, честно говоря. Нельзя исключать этой возможности. Но решили не проверять, не смотреть. Как-то, может быть, не заметили. Упустили этот момент. Ну и заигран эпизод 2-3. Алексей Самойленко. Хорошая доводка от Егора Клюки. Здесь цепляют двойным блоком Дмитрия Волкова. Сравнивая счет 3-3 на старте второго сета. Но так немножко всегда тревожно, да, за Дмитрия Волкова. Энергозатратный волейбол, можно так сказать. У Дмитрия очень эмоциональный. Постоянные падения бывают после атак. И всегда-всегда так на секундочку замирает дыхание. Чтобы все в порядке было с доигровщиком Факела. И национальной сборной России здесь Сяндерсон. Тяжело было Максиму Михайлову подбить этот мяч. Ожидал, что он останется. Отскочит немножко от сетки. Но он тут практически отвесно провалился. Калинковский, Нгопет. Здесь Буцко нельзя было играть. И Верба в защите. Касание сетки фиксируют. У кого? У Александра Буцко, видимо, когда... Да, было действительно касание сетки. Хорошая работа арбитра Виктора Маркова из Санкт-Петербурга. Все увидел. И 3-5. Калинковский. Мегапет срывает приемы. Сейчас на тройном блоке ему приходится отковать. Ну и вот чехол сразу получает француз. 3-6. Начало второй партии пока за уренгойцами. Ну и пока планеры Дмитрия Калинковского определенные проблемы заставляют Зениту. Ну и вот здесь даже съем стопроцентный, казалось бы, с Михайловым не работает. Тех затянул с атакой Волков. Михайлов ошибается. Макс очень простейший. Очень простой для него, по крайней мере, ситуации. Ну и тайм-аут Владимир Олег наберет. А здесь без хирургического вмешательства от главного тренера. Субтитры создавал DimaTorzok Гостями в начале, в самом дебюте. Ну и планера Калинковского. Струдняет прием центральный факела. Здесь Андерсон. Михайлов на двойном блоке вновь. Макс не добивает. Вольвич! А вот здесь нестандартный ход. И есть выигранное очко для казанского «Зенита». Ну и Максим Михайлов отправляется на подачу. Ну так, знаете, вот на вскидку сейчас, как сам Макс бы мог стоять, на дизморале, да, в компьютерных играх. После ряда незабитых мячей. Но как он подал-то, а! Невероятная по силе и точности подача получилась. Мгапет! Зряче скидывал Эрвин. Ну вот сейчас классный розыгрыш. Но там аут, аут. Действительно, аут даже не стали проверять. Представитель тренерского штаба казанского «Зенита». Но Михайлов-то каков, а? Да, в итоге это, конечно, не спасло «Зенитовцев». Но Ангапет зрячую скидку делал и не попал. Хотя, я думаю, здесь бы Егор Клюк успел сыграть этот мяч. Артур Удрес. Не попадает в площадку белорусский диагональный. И Эрвин Гапет уже у казанского «Зенита» будет подавать. По-прежнему минус три для хозяев площадки. Гапет! Мощная подача на вылет от французского доигровщика казанского «Зенита». 6-8. Ну вот геймплан понятен, да? В отношении принимающих новоуренгойской команды. В первой партии больше всего в приеме загружали именно Егора Клюку. Ну и вот сейчас заставляют ошибиться доигровщика. Гапет еще раз в Клюку. Тот справляется идеально. То так, что Игорь Колодинский легко, очень легко выигрывает этот мяч. Вы посмотрите. Я даже руки не успел поднять. Артем Вольвич в данном эпизоде и Дмитрий Волк. При счете 6-9. Вспомнит ли силовую? Да, хорошая силовая Вербова. Тут, правда, справляется Андерсон. По линии набирает очки Мэтт. Вся красота в исполнении передачи Александра Будько. Ну и Мэттью Андерсон по линии. Да, может быть, не до пола. Там подцепили мяч в защите. Но выигранное очко для казанского «Зенита». И Артем Вольвич. Минус 2. Хорошая по силе подача здесь Удрес. Ну и отметим передачу Игоря Колодинского. На две трети ширины площадки сейчас Колодинский за спину. Отпасовал Удресу, который еще и атаковал с задней линии. Ну, посмотрите, как здорово. А сыгран на Колодинске. Мы здесь на одиночном блоке. От рук Александра Будько мяч в вал улетает. И 7-10. Пока «Факел» сохраняет этот гандикап, заработанный своими же усилиями на старте второго сета. На подаче Иван Яковлев. Андерсон, Андерсон. Волков подцепил мяч. Но вот немножко не достали. Вновь в который раз уже на Террафлексе оказывается Дмитрий Волков. Ну, и посмотрите. Вопрос, было ли там касание, конечно. С такого повтора тяжеловато разобрать. Но вот, может быть, Волков даже и зря трогал. Не знаю. Я думаю, Дмитрию, конечно же, виднее. Ну, и условно, метр бы вперед достал бы Удресу этот мяч. И смогли бы сохранить его волейболисты «Факел». У нас Будько. Хорошая подача капитана Удрес. Разыгрался. Диагональный. Новый уренгойского «Факела». А это Игорь Каладинский на ваших экранах. Один сезон в составе «Казанского Зенита». Игорь Каладинский провел. Это был сезон 2012-2013. Когда он подменял в большей степени Валерию Вермия. Ну, и вот нашел, что называется, свою команду Игорь Каладинский. Отрадно за него. Достаточно долго уже в «Факеле» он выступает. Ну, и вот в этом году, повторюсь, команда впервые за 10 лет вышла в полуфинал чемпионата России. При этом это еще и не минимальная цель. Вчера опять же в интервью Артур Удрес сказал, что наша задача – это медаль. Нам поставили задачу выиграть медали, то есть быть в тройке, пока «Факел» в четверке. Здесь «Казанцы» в защите отрабатывают «Клюка». С большущей высоты снимается. Егор «Клюка» 9-12. Ну, и напомним, что полуфинальная серия до, к сожалению, до двух побед, действительно, к сожалению, было бы куда интереснее и ярче посмотреть полноценные серии до трех побед. «Клюк» ошибается на подаче 10-12. Но вот максимум три игры мы сможем увидеть. Победители полуфинальных серий гарантируют себе участие в групповом этапе Лиги Чемпионов. Третье место победитель бронзовой серии также сыграет в Лиге Чемпионов. Четвертое место отправится в Кубок ЕКБ. Ну, а пятое место победитель матча за пятые восьмые места. Здесь немножко не подцепили этот мяч «Зенитовцы». Сыграет в челлендж-капе, который в этом году завоевала «Белогорье». Заполнив до отказа свою кубышку с различными европейскими трофеями. Все, что можно, выиграли белгородцы. Но вот именно «Факел» Белгород уступил в четверть финальной серии. Классную серию выдали команды. Здесь вновь чехлят Нагапета. На этот раз Иван Яковлев. И плюс четыре для «Факела». Стабильно держат свой съем у рингойцы. Ну и пока вот не получается у казанцев найти пару-двоечку брейковых мячей. Линговский. На его подаче стали таким вот решающим фактором на старте второго сета. Нагапет еще одну ошибку допускает. Но вот многовато. Сейчас Владимир Олег накивает головой. Не касание, не в площадку. Не попал Эрвин. И 10-15. Ну вот много достаточно критики было относительно Эрвина Нагапета. Но я вам скажу, что, по-моему, Алексей Спиридонова подозвал сейчас Владимира Олегна. Показал, по крайней мере, готовиться тому. Но вот Нагапет сразу же в следующей атаке набирает очки. Достаточно много критики было относительно игры Эрвина. Что, мол, не до конца он себя проявляет, не показывает. Но вот я думаю, что, по крайней мере, относительно этого сезона матчи с итальянской Перуджей. Михайлов на вылет. Макс. И вот вам брейковый мяч номер один. 12-15. Но все равно большой отрыв. Большой отрыв у «Факела». Ну а матчи с Перуджей, это, конечно, уже часть истории. Мол, и «Зенит» уже не тот. И выигрывали только за счет «Леона». Да нет. Вот в итоге-то получилось немножко по-другому. История в этом году сложилась. Но, повторюсь, это все ничего толком не значит, если в финале будет неположительный результат. Волков вновь на «Террафлексе». Но в активе уже 16-е набрано очко во второй партии. Ну а матч с Перуджей, это, конечно, вот, знаете, так, лакмусовая бумажка Эрвин Ангапета. Я думаю, все вы видели. Если нет, то обязательно найдите в интернете то, как Эрвин прыгнул за мячом в итальянском матче на тайбрейке. И расшиб себе бок, садил он там вместе с синяком у него, а здесь пока Андерсон. Но достал этот мяч, сломал один ноутбук, статистику итальянской Перуджи, второй просто захлопнул. И в итоге еще успел на блок, а там Алексей Самойленко набрал очки. И, возможно, это был один из решающих эпизодов. Ну вот так, если вдаваться в подробности. Ну а пока Эрвин на подаче. Одним словом, француз показал, как он может играть. Здесь эйс, эйс от Эрвина Ангапета. Ну вот, посмотрите, мотивация какая-то, видимо, нужна Эрвину, да. Может быть, видел он жест Владимира Олега, ну что подозвал тут Алексея Спиридоновна. И Камила Плача берет тайм-аут при счете 14. Субтитры создавал DimaTorzok И, кстати, я вам могу сказать, что летом Эрвин станет отцом третий раз. Но это летом. А пока Ангапет на подаче. Сболков с большой высоты там Вербов. И какие эмоции дает Алексей Игоревич Андерсон. Шоджи. Уф. Но здесь тяжело, конечно, было придумать что-то. Эрику Шоджи с такой, что именно из дури летел мяч в Либера. Но сейчас Мэтт извиняется, конечно, перед своим батти, если позволите. Ну и подача Ангапета. Посмотрите. 15-16. До минимума сократился отрыв. Плюс 5. Было преимущество Факела. Вновь Ангапет. На знак прием. Волков. По-моему, не попадает мяч в площадку. И сам же Дмитрий показывает, что нет, нет, нет. Не было ничего там. Да. Растеряли свое преимущество у рингойцев. Причем, действительно, играли-то неплохо. И продолжают неплохо играть. Но вот подача Эрвина Ангапета. И 16-16. А счет-то был 15-11. То есть вот такой рывок. 5-1. Еще один эйс от Эрвина Ангапета. Ошибается на этот раз в приеме Дмитрий Волков. Ну и вот француз. Завелся. И сразу же замена. Денис Богдан появляется вместо Дмитрия Волкова. Богдан, кстати, в этом сезоне несколько очень неплохих матчей провел. Факел. Нельзя не отметить, что по ходу этого сезона множество травм было у рингойцев. После клубного чемпионата мира. Какой-нибудь свалились там поочередно. Много пропустил Игорь Каладинский. В Либера. И здесь переходящий мяч. Ну что ты будешь с ним делать? Что делать с этим французом, когда вот он в таком настроении способен играть, а? Тайм-аут Камила Плаче. Не помешал первый. Посмотрим, что будет со вторым. Игорь Каладинский. Не до конца может быть здоровым, но были неплохие матчи у Рукавишникова, а пока Эрвин Гапет. 18-16. Рывок Казанского Зенита. 1-7. Гапет Богдан в приеме. Удрис снимает. И сейчас с такой радостью у рингойцев, их можно понять. Наконец-то они снялись с подачи. Эрвин Гапета. Ну а тот хорош, что уж там отпадавал. Подавал. И я думаю, полностью реабилитировался за вот 4 ошибки, допущенные им по ходу второго сета. Два аута и дважды в блок угодил Эрвин. И Денис Богдан затрудняет прием Гапету. Михайлов с 4-го метра пришлось атаковать. И чехлят Максима. 18-18. Концовочка у нас будет с вами. А какая? Александр Кимеров. Сейчас рядом с Камилой Плачин находится. И вполне возможно вновь на блок выйдет Александр Кимеров вместо Игоря Каладинского. А может быть и двойная замена будет? Не знаю. Посмотрим, посмотрим. 18-18 и Денис Богдан. Визуально несложная подача. Вербов принимает. Но сам же Богдан в защите сейчас сыграл, что важнее. Клюка. Михайлов в защите. Вербов хотел ногами подбить этот мяч. Ну и вот смотрите, несложная подача. Казалось бы, да, у Дениса Богдана. А в итоге получается его же качественная игра в защите. И есть брейковый мяч. Ну и замена, которую мы видели. Александр Кимеров появляется. В расстановку в третью зону. Богдан уже сильнее. Правда, вновь идеальная доводка от Вербова. И здесь... Видео-челлендж. Камила Плача берет на предмет, попал ли мяч в площадку или нет. Игорь Колодинский. Вот он как раз сейчас на скамеечке сидел по линии. По лицевой. И... Вполне себе. К месту видеоположения. И Артем Вольвич. Шот же в приеме не идеален. Но хорошая ситуация для Клюки. И тут очень легко перебрасывает блок. Ну и страховки там не было. Не было Либера на площадке. В том числе у Казанского Зенита. Здесь вот полушак сделал Максим Михайлов. Эрвин Гапет был не так далеко. Но мяч просто упал. На стороне Казанского Зенита. И Иван Яковлев. 19.20. Факел впереди. Плюс один. Хорошая доводка от Андерсона. А сам же Американец будет атаковать и по рукам. И в площадку. Выбирайте что угодно. 20.20. Ну и напомним, что на следующий год Мэтт будет выступать за итальянскую Модену. В составе которой выступают его два друга-товарища. Это Майка Кристенсен, связующий сборную США. И Максвелл Холд. Экс-волейболист московского Динамо. И здесь... Ох-ох-ох-ох-ох. Как-то не скоординировано. Действовал Дмитрий Каленковский. Александр Будько оформляет эйс. Не без помощи верхнего троса. Ну и сам же капитан Казанского Зенита на подачу. Хорошая еще одна вкладка от Будько. Клюка. Здорово сыгран Егором. Обманный удар исполнил доигровщик. 21-21. Игорь Каладинский. Игорь Каладинский. Вербов. Мощный атака Максима Михайлова. Но вновь уренгойский блок в деле. Еще раз Михайлов смягчает его атаку. Но это все-таки блок аут для Казанского Зенита. Ну и вот, наверное, по ходу этого сезона, конечно, своими действиями на блоке уренгойцы выделяются на фоне остальных команд мужской суперлиги. Как, пожалуй, еще и, наверное, Кемеровский Кузбасс. В первую очередь, исключительно если ориентироваться на статистические цифры регулярки, то именно так картина выглядит. Ну а пока Мэтью Андерса. Не попадает в площадку Мэтт. Семь лет провел в России Мэтью. Шесть с половиной сезонов, я бы так сказал. Да, были какие-то определенного рода проблемы у Мэтта. Но вот он вернулся и вернулся еще более сильно. Мы дальше уже отбомбил так, что, конечно, грустно, что американец уезжает. Клюка ошибается на подачу. Но вот бы Егора многовато сегодня ошибок. Хотя свои мячи, конечно, забивает. Но вот Андрей Сурмачевский. Посмотрим. Сейчас Алексей Самойленко говорит Сурмачевскому. Но не нужна, наверное, нужна подача от Андрея. 23-22. Уже впереди казанцы подходят к концовке второй партии. Вот за счет подачи удалось переломить. Плохо складывающийся сет. Сурмачевский. Здорово. Два человека на террафлексе. Удрис не попадает. Касание увидели арбитры. И да, действительно, судя по реакции Вольвича, да-да-да, у меня, говорит Артем, было касание. По пальцам попал Артур Удрис. Ну и Алексей Самойленко возвращается на площадку. Вот сейчас хорошая подача от Андрея Сурмачевского. Затруднил однозначно. Кринковский. Ну вот сейчас казанцам, наверное, необходим съем. А здесь блок Максим Михайлов попадает в чехол у Дениса Богдана. Напомню, Богдан по ходу партии поменял Дмитрия Волкова. Ну и сетбол. Повтор видели мы с вами. Яковлев как раз-таки в левую руку Ивана Яковлева попал. Но, по-моему, мяч чуть-чуть черпнул в руке Дениса Богдана. Но это неважно. Кринковский. 23-24. Михайлов. Все то же самое, но здесь площадку. В площадку мяч попадает. Хотел Камила Плачев взять видеоповтор. Но нет, нет. Здесь действительно с запасом. Хотя не скажите, да, что прям уж с огромным-то запасом. Замена в составе казанского «Зенита». И неужели не позволяют арбитры желтую карточку за характерные жесты? Карточка приложена к запястью левой руки за задержку игры. Забыл. Вот сейчас Владимир Олег новоговаривает Александру Серебренникову, что не вручили табличку Никите Алексееву. Ну и в итоге 24-24 без замены, без усиления блока в данной ситуации. Михайлов справляется с приемом. Удрис будет, я думаю, будут проверять в любом случае те, кто кому не... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Буквоедствует, если позволите, арбитры. Эрвин Гапет отправляется на скамеечку. Никита Алексеев выходит на переднюю линию. Артем Вольвич уточняет расстановку. Но такая пауза достаточно длительная перед подачей Максима Михайлова. Тишина, как всегда, в центре волейбола. И Максим Михайлов. Это Эйс, это партия. Это 26-24. Максим Михайлов, большущая умница. Ну вот видеопросмотр. Ошибка клюки и подача Михайлова, который с лихвой реабилитировался за все. Во втором сете. Бум, бум, бум. Классная, классная. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь же, в Казани, не где-то там, а именно здесь, в логове казанского «Зенита». И вот небольшая у нас заминка, которая в первую очередь связана, кстати, с показом матча на федеральном ТВ. Все по регламенту. Здесь хронометраж. Ну и с подачи Егора Клюки. Ну что ж, Дмитрий Волков вернулся в стартовую шестерку у рингойцев. И Егор Клюка с подачи ошибается. Ну вот, давайте посмотрим цифры Егора. У него четыре ошибки на подаче. То есть это пятая ошибка за девять попыток. Не летит совсем подача у Клюки. Ну и показатель полезности у него всего плюс один. Восемь набранных очков и всего лишь плюс один. Может, конечно, Клюка играть лучше. Намного лучше может Егор играть. Отвечает Мэтью Андерсон. Такой же ошибкой на подаче. И Дмитрий Калинковский. Ну вот именно подача Калинковского, напомним, в начале второго сета. Помогли у рингойцам создать как раз-таки тот задел плюс три, плюс четыре. Здесь Михайлов скидку. Достаточно неожиданную оформляет Гапет. Скидка в его уже исполнение. Ну как здорово, Калодинский. И посмотрите, как Факел играет и в защите, и на блоке. Удрес, инициатива уже у гостей. Владеют они ситуацией. Полка! О-хо-хо, Дима! Классный розыгрыш. Классный розыгрыш. Хайлайтовый, что уж там говорить. Ну и посмотрите, как исполнил Волков, а. И ведь попал. Схожая ситуация, кстати, у Эрвина Нгапета. Помните, была? Когда немножко Эрвин не попал в угол площадки. Ну а вот здесь Дмитрий Волков на отлично исполнил. Ну и Калинковский. Нгапет. О-хо-хо-хо-хо. Острейший угол исполнил сейчас Эрвин. Он практически параллельно сетке летел мяч. Четыре по четыре. Ну и да. Ну а что касается Калинковского, то он самый подающий игрок в составе обеих команд. За две партии. Что вот, собственно, и отражают. Да? За счет чего уренгойцам удалось так здорово сыграть. В начале второго сета, даже больше, чем у Михайлова, подача в исполнении Калинковского. Да, без эйсов, но, в принципе, какая разница, если команда выигрывает эти розыгрыши. Здесь первый темп. В исполнении Ивана Яковлева. И Артур Утрис. Еще раз напомним, что вторые поединки полуфинальных серий состоятся 25 апреля в Новом Уренгое и Санкт-Петербурге. И, соответственно, Максим Михайлов. Хорош сегодня Максим, конечно. Тяжело. Пока дается сдерживающий, так скажем, план новому уренгойскому факелу в отношении игры Макса Михайлова. Ну и на подаче сам пулемет. Очень мощно. В районе 115, я думаю, километров Макс сейчас исполнил подачу. Ну вот летит. Сегодня летит действительно у него. Ну вот, смотрите, Волков. По-моему, второй-то точно, если не третий блок, именно на Максиме Михайлове зарабатывает Дмитрий. Ну и посмотрите, какими эмоциями Волков вернулся в игру. После того, как не удалась ему середина второго сета. И сам же Дмитрий на подаче. Рискнет, зарядит посильнее или же тактическую исполнит Дмитрий. Силовую, хорошая Вербова, тот выбитый прием Мгапиэт. Шот же в защите еще раз. Клюка с высоченного мяча. Егор Клюка, брейковый мяч для нового уренгойского факела. Вновь небольшое преимущество на старте партии получают гости. Ну как получают, сами себе его и организовывают. Дмитрий Волков укороченный, заставляет в приеме работать Максима Михайлова, выключая его из атаки. А Эрвин Гапет хорошо исполняет свои атаки из рабочей четвертой зоны. И сам Жервин отправляется на подачу. Очень мощно, очень мощно. Но сегодня казанцы просто уничтожают, конечно, свои подачи. И я думаю, что вот когда так летит подача, любой команде в мире будет очень просто. Да даже если бы у факела, наверное, сегодня так полетела подача, я думаю, что совсем бы другой счет на табло мы видели. Ну а пока это девятый эйс Казанского Зенита. Уренгойцев ноль. В этой графе еще раз Эрвин Гапет не попадает в площадку. Минимальное преимущество гостей. Ну и вот, кстати, начав немножко рассказывать про Максима Михайлова, на этой неделе Максим принял участие в проекте ВК Live, ВКонтакте Live. 40 минут нам довелось побеседовать с Максимом Михайловым, который отвечал на... Здесь еще раз чехлят Михайлова. Ну и сейчас Владимир Олег наговорит Александру Будько, что, наверное, стоило бы отдать пошире и подальше туда, на другой край сетки Мэтью Андерсона. Ну а здесь как раз таки вот третьим Игорь Голодинский здорово подоспел и закрыл именно диагональное направление для Максима, который отвечал на вопросы болельщиков. Ну и напомню, что на следующий год Максим Михайлов-Вольвич не проходит первый темп уже у Артема. На следующий год Михайлов будет играть в доигровке. Здесь Андерсон попадает в площадку, ну и скамейка подсказывает, что там мяч в поле был, хотя тоже достаточно близко все было в данной ситуации. Вот с этого повтора мы увидим. Ну, скорее, зацепил мяч. Линия, ну а на следующий год основным диагональным Казанского Зенита. Здесь еще одна пауза. Должен быть Цветан Соколов, который в нынешнем сезоне поступает в Любе Чеветанова. Ну и вот интересно, да, что именно против Соколову придется играть финал Лиги Чемпионов 18 мая в Берлине. Ну и у нас очередная заминка. Решили все вопросы. Ну и вот, кстати, стоит напомнить, да, что у нас Самойленко Алексей, первый темп. Летом волейбола будет очень много. Не успеем мы соскучиться, можно даже сказать. Уже в июне стартует волейбольная Лига Наций у мужчин и женщин. Напомним, что мужской этап домашний для России состоится 7 и 9 июня в Уфе. Куда, кстати, всех мы также приглашаем. В прошлом году отличный волейбольный праздник был в столице Республики Башкортостан. А в этом году, уверен, будет не хуже, да и соперники будут на уровне, в том числе и Мэтью Андерсон. Кстати, неизвестно, приедет ли сам Мэтт, об этом американец говорил в разговорах. Но сборная США будет 7 и 9 июня в Уфе. Ну а девушки сыграют в Екатеринбурге 18 и 20 июня. Суперфинал у женщин в этом году будет в Китае, а у мужчин в США, Чикаго, штат Иллинойс. Ошибается Эрвин Гапет. 8-9 по-прежнему минимальное преимущество Факела. Егор Клюка. Но вот если у Клюки полетит подача, хотя бы не так часто будет ее отдавать, может быть, Егор рискует. Риск – дело благородное в данной ситуации Михайлов из четвертой. Колодинский, он сохраняет мяч, но здесь совсем без атаки у рингойца успеть бы расставиться и вернуться на свои позиции. Контр-атак Казанского «Зенита» – Ангапет. Это чехлятый, браво вот. За этот розыгрыш стоит отдельно поаплодировать гостям. Самоотверженно сыграно. В первую очередь вот в этом эпизоде Игорь Колодинский позволил сыграть. Ну и здесь прочитали комбинацию. Артур Удрес оформил чехол для Эрвина Нгапета. 8-10. Егор Клюка. Еще раз. Андерсон. И еще один блок. Ну вот на блоке, конечно, у рингойцы за явным преимуществом переигрывают Казанский «Зенит» сегодня. То есть, если по эйсам там глобальное преимущество Казанского «Зенита», то с учетом блока. Схожие цифры. Ну и вот сейчас 8-11. Владимир Олег наберет тайм-аут. Качает так головой Мэттью Андерсон. Качает так головой Мэттью Андерсон. Команда из Нового Уренгоя. Егор Клюка на подаче. Вновь хорошая. Но вот такая серия уже из трех подач у Егора Клюки нарисовалась. И Алексей Самойленко. Достаточно результативно для себя проходит он эту переднюю линию. До этого была атака первым темпом. Сейчас еще раз повторил ее в схожей ситуации Алексей. И Мэттью Андерсон. Дмитрий Волков по линии. Ну и как всегда с эмоциями. То, что наверное в первую очередь отличает Дмитрия от других волейболистов. Не только нашей с вами стороны, но и вообще всего мира. Это конечно те самые эмоции, которые чаще всего идут на пользу команде. Но, конечно, бывают и обратные ситуации. Дмитрий Каленковский. Хороший прием от Мэттью Андерсона. Михайлов на одиночном блоке не забивает. Потому что вновь Каладинский в защите. Мяч в игре. Нгопет. Ну посмотрите, как факел заиграл в защите. А сколько мячей они уже подтащили. Может быть первый темп? Нет. Нгопет. Блокаут. Ну и вот длительный розыгрыш уже остается за волейболистами казанского «Зенита». Но по-прежнему гости-то впереди. Гости впереди плюс два. Ну и стоит, наверное, пару слов сказать, что вчера определился второй финалист женского чемпионата России. Там московская «Динамо» действующий чемпион сыграет с «Уралочкой». Ну а волейболистки казанского «Динамо» на следующей неделе 25 и 26 апреля. Прошу прощения с «Уралочкой». Конечно, с калининградским «Локомотивом» сыграет в финале. А московская «Динамо» обыграла «Уралочку». И вот «Уралочкой» именно станет соперником казанского «Динамо» по угрозе в серии чемпионата России. Первые матчи здесь в центре волейбола Санкт-Петербург 25 и 26 апреля. Стоят, приходите поддержать очаровательных волейболисток казанского «Динамо». Ну или «Уралочки». Здесь уже кто за кого болеет. Максим Михайлов на одиночном блоке выголачивает. И сам же отправляется на подачу, Максим. Между рук. Дмитрию Волкову. Забивает Максим Михайлов. Мощная подача проваливается на сторону факела. Здесь Волков. Но Будько до последнего отзащищался. Андерсону тяжело атаковать было. Еще раз Волков аут. Если не было касания, то там был аут. Там точно был аут. Сейчас Егор Клюка даже очень активно пытался показать, что там было поле. Но нет, нет. Там его Эрик Шот же первым уже успокоил. Там действительно не попал Дмитрий. Другое дело, не было ли там касания. Но вроде бы не было. А вот аут действительно был. Максим Михайлов. До минимума сокращается отрыв. 12-13. Убийственная, конечно, по силе подача Макса Волков. Ох, находит дырочку на тройном блоке. Шикарно сыграно Дмитрием. Но и вот именно он тащит факел в третьей партии сегодняшнего матча. Именно его атаки из четвертой зоны. Но вот здесь нашел. Да, он брешь между руками Эрвина Нгапета и Артема Вольвича. И сам же отправляется на подачу Дмитрий. Хорошая силовая. Но даже вот здесь Дмитрий то ли подскользнулся, то ли сам упал. Оказался на площадке. Может быть, не вытерли предыдущему розыгрыш. Но так, конечно, это чревато получением досадной травмы на ровном месте, что называется. Дмитрий. Шоджи пришлось тянуться Эрику. Еще раз Нгапет. Выбитый прием. Клюка левой рукой. Михайлов. Максим. Ну и уже Казань впереди. Ну вот стабильность, да, может быть, то, что отличает Казанский Зенит, который способен держать свой уровень. Вновь схожая ситуация, да. Если во второй партии факел вел плюс, то плюс пяти находило преимущество уренгойцев. Здесь было плюс три. Но вот уже казанцы вновь на подачах Михайлова и Ингапета возвращаются в игру. Вновь выбитый прием. С четвертого метра вынужден пасовать Каладинский. Здесь еще и Вербов в защите подтаскивает. Михайлов. Андерсон. По-моему, колыхнулась сетка, но вроде бы не было еще и блок Вольвича. Ну и здесь. Ох, какие эмоции у Артема и Алексея Игоревича. Ну и я думаю, что Вольвич благодарит именно Вербова за то, что тот затащил в защите этот эпизод. Ну и 16-14. Ингапет. Накатом. Эйс. По-моему, это эйс. По-моему, было касание площадки. Эрвин перехитрил сейчас Егора Клюку. Ну и давайте посмотрим. У нас не просматриваются в чемпионате России вот такие моменты. Но, да, по-моему, здесь все очевидно достаточно. Не успел там Егор Клюка подставить руку. Ну и Ингапет. 17-14. Еще один. Серьезно. Невероятное что-то сегодня, конечно, творится. Посыпался прием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Можно сказать, что из антигероя по игре первой партии. Хотя не антигероем ни в коем случае. Просто человек, который сыграл ниже своего уровня. В первой партии превращается в злого гения. Для Пакела. Но здесь есть съем. Хорошая атака с задней линии. Андрей Ананев появляется вместо Дмитрия Каленковского. Сейчас любопытная расстановка. Яковлев. Мэтью Андерсон добивает Мэтт. Ну и вот любопытно будет, конечно, взглянуть на послематчевую статистику. Преимущество у рингойцев по блоку, да, понятно. Но вот насколько глобально выглядит преимущество Казанского Зенита на подаче. Итак, на вскидку 12-0 я насчитал. Было 8-0 после двух сетов по эйсам. 12 эйсов, но это очень много. Очень много за три партии. Здесь Егор Калюка. Легко разбирается с Александром Будько на одиночном блоке. Здесь никаких вопросов к капитану нет. Игорь Каладинский. 19-16. Андерсон в приеме. И сам же Мэтт из 4 по 4 оформляет. 20-16. 4 очка. Уже преимущество Казанского Зенита. Вновь просел. Не могу сказать, что провалился. Но вот здорово просел факел именно в середке. Третьего сета также было и во второй партии. Кудько. У него тоже сегодня эйс есть. Здесь цепляют атаку Худриса. Там Самойленко укатился буквально к тренерскому мостику. Ну а Андерсон разыгрался в концовке Мэтт. Забивает все. Ну и процент немножко подняли себе волейболисты Казанского Зенита. Здесь Мэттью Андерсон. 21-16 плюс 5. Ну и не знаю, сейчас чудо. Именно чудо необходимо у рингойца, чтобы попробовать затащить этот матч. Артур Удрис. Здесь Вербов. Три раза решил сыграть. Ну, наверное, можно. Можно. Алексею Игоревичу. Раз, два, колено, два, руки, три. Ну и четыре касания. Почему бы и нет. 21-17. Егор Клюка. Шестая ошибка Клюки на подачу сегодня. Ну вот день, когда многое не получается. Причем, знаете, не сказать, что факел играет сегодня как-то вот плохо или кто-то действительно выпадает из игры. Нет. Казань заставляет ошибаться и творит невероятные вещи на подаче. Что любому сопернику будет невероятно сложно. Игорь Колодинский пасует, исходя из того, что получается у него делать. Ну и вот еще и Мэтью Андерсон отметился в протоколе. Эйсом, по-моему, тринадцатым. Может быть, четырнадцатым. Честно говоря, уже слишком много этих эйсов было даже по ходу отдельно взятого третьего сета. 23-17. Мэть стал четвертым, кто оформил эйс. Ну и сам же продолжает американец подавать. И еще одна мощная в друга Эрика Шоджи. Вербов! Ох! И вот этот человек собирается заканчивать с волейболом через месяц. Как же это грустно-то, Алексей Игоревич? Те же матчи с Перуджей Вербов провел на очень хорошем уровне. Правда, вот сейчас небольшой повреждень, как будто получил Алексей Вербов. Подвернул ногу на ровном месте. Да, и Валентин Кротков... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Попили на стоп колено. Валентин Кротков появляется на площадке. Ну, Алексей Вербов... Да, ну вот сейчас сколдует Эльшат Сагитов, доктор Казанского Зенита, вместе с массажистом Минсуром Мухаммедзяновым. А Михайлов набирает 24-е очко Казанского Зенита. И 6 сетболов, я думаю, что вопросов об исходе сегодняшнего матча, наверное, уже ни у кого нет. Встают болельщики на трибунах центра волейбола. И Андрей Сурмачевский выходит на площадку вместо Алексея Самойленка. Ну и вот, да, повреждение Вербов это, конечно... ...либера Казанского Зенита. И Андрей Сурмачевский. Мощная подача на этот раз от Андрея Шоджи в приеме. Первый темп Яковлева не проходит. Зенитовцы сохраняют мяч в игре. Волков по линии исполняет Дмитрий. 24-19. Возвращается Алексей Самойленка вместо Андрея Сурмачевского. И вот, да, продолжается работа. Вот вроде бы расходился Алексей Вербов. Сейчас спокойно на своих двух ногах, выполняя небольшие перемещения, управляется вверху в квадрат для запасных. Ну а матч пока доигрывает Валентин Кротков. Вынужден появиться, но вроде все в порядке. С Алексеем Игоревичем Артур Утрес на подаче. Мощно. Хорошая доводка от Нгапета. И именно Андерсону завершено... Суждено завершить сегодняшний матч со счетом 25-22, 26-24 и 25... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова